В таком составе представители общественных организаций встречаются часто. Это активисты, которые действительно ежедневно в своей активной жизненной позиции помогают людям с инвалидностью работать, отдыхать, участвовать во всех городских мероприятиях. Тенденции в обществе сегодня связаны с тем, что роль общественных организаций или просто городских активистов, просто людей, которые не способны жить за закрытыми дверями и поел, поспал, решил какие-то свои вопросы и до свидания. Нет. В мире формируется огромная армия людей неравнодушных, людей, которым до всего есть дело. Все участники заседания круглого стола согласны с мнением, что именно от их активной позиции зависит само общество, в котором они живут. Задача номер один – учиться жить не просто сострадая, а вместе участвуя в решении социальных вопросов. Это работа, направленная на создание в Сочи безбарьерной среды. По примеру нашего курорта благоустраиваются и другие города России. А сейчас сочинские инвалиды включились в другой процесс. Например, есть организации, которые помогают в реабилитации инвалидам, а вот Сергей Грин решил помогать здоровым. По часу у человека есть и руки, и ноги, а жить в согласии с собой не получается. А почему нет организации, которая поможет здоровым людям? Люди с инвалидностью очень часто способны помочь всем остальным. Все мы с вами прошли определенный этап, у всех у нас опыт, который невозможно получить ни в одном социальном институте. То есть человек, пройдя некий путь самореабилитации, получает заочно и психологию, и медицину, и философию и так далее. В пример сегодня ставилась деятельность большинства общественных организаций людей с инвалидностью, сильных духом и способных на многое. Другой пример успешной самореализации – сочинский колясочник Дэвид Тамаришвили. В свое время он активно принял участие в установке пандусов и тактильной плитки в Сочи. Теперь организация под его руководством занимается созданием доступной среды и в других городах. Гелена Овсецна, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.